Знаете, тема этого ролика очень давно крутилась у меня в голове, но не хватало вот какой-то эмоциональной встряски. Вот как-то, чтобы так тряхнуло, чтобы вот целый текст получился на эту тему, и переезд в Америку встряхнул меня достаточно, чтобы я все это сформулировал. И каждый день здесь, по сути, стоит 100 долларов. Нью-Йоркский транспорт нам еще предстоит освоить. Блять, чего? Для тех, кто пропустил предыдущий ролик, я уже месяц живу в Нью-Йорке, и о первой неделе тут у меня вышел очень классный влог. В нем первые эмоции, шок, я радостный, удивленный, не понимающий, как же все дальше обернется. Но очень много чего осталось за кадром, очень много стресса было в процессе, и было прям сложно. Это запустило во мне новый виток самокопаний, и по его итогам вот получился текст, который вы сейчас услышите. Так что, для многих это любимый жанр на канале, сейчас будет вам шматок жизненного опыта. Здрасте, вы на канале Сейна. Перед началом ролика хочу сказать, что я не психолог, у меня нет специального образования, и все сказанное далее, это только мои личные рассуждения. Но способность рассуждать именно таким образом у меня появилась во многом благодаря тому, что я проходил терапию. И этого многие не понимают, но главный профит от психологов именно в перестраивании паттернов вашего мышления, которые на поверку оказываются деструктивными для вас. И вот если у вас, например, затяжная черная полоса, или раз за разом какая-нибудь одна фигня в жизни повторяется, то это явно следствие каких-то либо ваших действий, либо ваших реакций, либо вашего вообще вот мировоззрения, да, и того, как вы воспринимаете окружающую вас реальность. И я не понаслышке знаю, как это может мешать жить, а вы можете просто не знать, как иначе, не видеть никакого другого способа. Профессионального и проверенного психолога можно подобрать с помощью сервиса подбора психологов Альтер. Они помогают клиентам найти подходящего психолога, который лучше и быстрее всего поможет решить именно вашу проблему. Уже больше 60 тысяч клиентов поработали с психологами Альтер, а средняя оценка сессий с психологами 9 баллов. И эту оценку ставят сами клиенты. Дело в том, что в Альтер попадают только 10% из отбираемых психологов. Отбор туда очень строгий. В сервисе Альтер не гонится за количеством психологов на сервисе. Сейчас их около тысячи, но досконально проверяют у каждого кандидата образование, опыт и подход к клиентам. И сотрудничают только с лучшими профессионалами. При этом в сервисе Альтер очень удобная система подбора психолога. После прохождения анкеты, в которой вы будете отвечать на вопросы о себе, вам предложат 5 специалистов. Альтер понимает, что сложно открыться незнакомцу из интернета. Поэтому для каждого из специалистов будет присутствовать анкета, внутри которой указаны его взгляды, есть аудиодорожка с его голосом, видео-визитка и другие особенности, которые познакомят вас со специалистом. В Альтер вы можете выбрать комфортную для себя стоимость терапии. Цены на сессию начинаются от полутора тысяч рублей. А по промокоду CINOLOGY вы можете получить 20% скидку на первую сессию. Заполняйте анкету по ссылке в описании или воспользуйтесь QR-кодом на экране. Начните заботу о себе вместе с Альтер. Возвращаемся к ролику. Так вот, ввожу вас в курс дела. Живу я, вдвоем с девушкой в микроскопической комнате. Только что приехали в новую страну. Все незнакомо, все шокирует, все сложно, непонятно. При этом основная моя работа это, естественно, YouTube. И я вот создаю этот огроменный предыдущий влог из Нью-Йорка длиной 2 часа. Я эти 2 часа отсмотрел раз 10 точно. Но это еще абсолютно терпимо. Это вот обычная моя рутина так выглядит. Помимо этого, два других моих проекта, бренд Секта Сейна и группа Палк, не сговариваясь, решили войти в режим бешеного херачилова. Непонятно, почему, нет, ну вернее, понятно, мотивация в том, что у всех все осень, новый отчетный год, все свое доотдыхали, давайте в 10 раз больше нахуярим. Давайте. Давайте. Итого у меня есть переездные заебы, YouTube-канал создания огромного ролика, написание текстов для группы и менеджеринг презентации новой коллекции Секты Сейна. 4 пакета задач, и тут начинаются проебы. Во-первых, все, кто находится за пределами России после начала войны, регулярно страдают с переводом денег. И это вообще становится частью нормального, что ты всегда ищешь какие-то новые способы бабки перебросить, потому что один наебывается, другой закрывается, какую-нибудь новую санкцию ввели, кто-нибудь там пизданулся обо что-то чем-то, и опять у тебя все обломалось. И в процессе освоения очередного такого нового способа мне понадобилось поставить VPN на телефон, чтобы сделать вид, что мой телефон в России, чтобы начал работать один российский сервис, потому что просто так он в Америке не работал. Я поскачивал VPN на iPhone, а iPhone для меня новое устройство, я еще не знаю, что там и как, у меня VPN не был настроен. Короче говоря, у меня наебнулись две электронные симки. Одна новая американская, другая грузинская. К грузинской симке у меня привязано очень много сервисов, которые я себе в Грузии назаводил, и я сейчас от них завишу. А к американской симке мне нужно привязать все, что я здесь должен заводить, и почему уже сгорают дедлайны. Спойлер, у меня не было связи пять дней. В 2023 году в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Сука! Во-вторых, многие могут работать там в позе буквы ЗЮ, сидя на полу, на диване, где еще угодно. У меня начинает болеть спина, если я с ноутбуком сижу как-то, кроме как за столом. И поэтому первым делом, как только у нас появилось маломальски постоянное место жительства, я сразу же на Амазоне себе заказал кресло, стол, ну и там удлинители и всякие вот такие мелочи, чтобы организовать себе первично работу. Стол обещал приехать раньше всего. Все вещи на Амазоне я подобрал с ранней даты доставки. Приехало все, стола нет. А это, блядь, самое главное! И в итоге тоже, все процессы, которые мне нужно решать, я решаю либо ходя по очень маленькой комнате, либо сидя на общем диване, либо меняя 85 пост на кровати с ноутбуком и проклиная все на свете. В-третьих, еще именно на весь этот период пришлась жесткая жара в Нью-Йорке. И поэтому в комнате находиться было вообще просто нереально в течение дня, потому что из окна вот ты его открываешь и оттуда дует прям горячий воздух, как из фена. Поэтому, в принципе, единственное прохладное место в квартире это, опять же, общая зона, в которой люди ходят, готовят, слушают музыку и вообще ей могут пользоваться все одновременно. И в-четвертых, просто вот вишенка на торте, вот та самая ебаная мега вкуснятина, это то, что я вот в Грузии перед тем, как уехать, купил новый SSD на 2 терабайта. Знаете, покупаете как компьютерную деталь, вставляете в кейс, подключаете к компу, все. Kingston, нормальная фирма, нормальный сам по СССДшник, специально пошел сначала в одном магазине заказал, купил, пошел в другой магазин, чтобы мне это собрали, чтобы я точно нигде не косякнул. И вот, знаете, уже в том моменте я подумал, ну че за кринж? Потому что чувак, который мне его собирал, он в процессе уронил болтик, а из-за того, что у них там в магазине был линолеум разными кусками наложен, он минут 20 потом не мог его найти. И я в какой-то момент на него смотрю, он там вот закончил собирать, и я такой, ну че, закончили? Он такой, да. А болтик нашли? Он такой, нет. По итогу, три грузина искали мой болтик для этого харда, нашли, вставили. И знаете, у меня еще не было опыта работы с внешними СССДшниками, и поэтому он вот как-то в процессе странно грелся. Я подумал, ну там же есть типа теплоотводящий элемент, то есть он греется, значит тепло выходит, значит наверное все классно, но потом в какой-то момент он вообще перестал включаться. Двух терабайт на ССД, на который я перенес весь свой компьютер и всю свою жизнь. В тот момент я еще не знал в чем проблема, естественно меня это пиздец расстроило, но вот вам небольшая информация из будущего. Оказалось, между самой вот платой, да, ССД и теплоотводящим элементом есть вот такие вот подушечки. На них есть заводская пленочка, которую естественно надо снять, потому что если ее не снять, это то же самое, что использовать губку для мытья посуды в пакете. Но, так как я решил, что я сам буду собирать, так я все обосру, нужно довериться мастеру, доверился блять. Из-за этого всего я постоянно хожу злой и охуевший, меня все раздражает, я бью по стенам и конечно же в каждом из моих процессов тоже все идет по пизде. Сначала с текстами. Знаете, многие авторы вот говорят, что после начала войны я перестал писать, у меня ушла муза, я совершенно не смеюсь, не осуждаю, вообще ничего, у каждого свой творческий процесс, но я в общем не переставал. У меня как-то вот вообще так работает, что если мне становится хуже, то в творческом смысле на меня это никак вообще не влияет, я вот просто могу в глубочайшем каком-то депресснике сидеть, ну будут тексточки про депрессничок. Могу охуенно себя чувствовать, будут тексточки про что-нибудь абстрактное. Но чтобы выдавать тексты, мне нужен элементарный минимум. Во-первых, уединение, чтобы просто меня никто не дергал, а во-вторых, место походить. Сейчас я в настолько маленькой комнате, что походить здесь ну совсем некуда. И в итоге, в тот период, чтобы хоть что-то писать, я просто ходил кругами по району туда-обратно, по очень узкой области, которую я тогда на районе знал. А так как у меня еще не было связи, это просто было уход в никуда. Вот просто человек, с которым невозможно никак связаться, в ночи исчезает на 40 минут, чтобы что-то нарифмовать. Ну и это не говоря уже о том, что в принципе выдавать творческую работу в срок, это всегда жесткий стресс, потому что ну у тебя вот есть, если ты прям заранее начал, допустим, две или три попытки, если во все три получится говно, то придется выпустить говно, а если у тебя еще и времени мало, то тебе с первого раза нужно выдать, и соответственно выйдет хуйня, значит выпустится хуйня. Ну или все скажут, что хуйня, и потом будет как-то неловко, что типа это надо как-то замять или переписать, короче, стрессово жесть. Тем временем в секте. Вот знаете, ни один дроп секты не обошелся без какого-то пиздеца. Вот вы может помните, хотя вы скорее всего не помните, потому что тот ролик очень мало собрал, но я выпускал видео про свой первый ивент, он же момент создания секты Сейна вообще как таковой. Так вот, на этом ивенте вот мы собрали на 300 человек пространство, арендовали, организовали, все вообще круто сделали, были проебы внутри, ну ладно, мероприятие пережили, так после этого случился конфликт собственников, и из-за этого опечатали помещение и заперли в нем мои арендные стулья, столы и проектор. Понимаете? То есть в тот момент, когда их не отдавали, а их не отдавали там чуть ли не три недели, типа, все это время официально считалось, что я вот свои подписи поставил, да, и стулья не отдаю, то есть я спиздил 30 стульев, 10 столов и проектор, и то, что никакого пиздеца по этому поводу не началось, это мне просто очень повезло. И вот что в первый раз такая херня была, и что во второй раз произошло невозможное количество разных факапов, начиная с того, что мне долго не могли отправить посылку с новой футболкой, мы старались успеть, пока я еще в Грузии, но в итоге сначала чуваки опоздали, почта Грузии опоздала, в итоге посылка приехала, а я в Америке. И как теперь мне доставить эти вещи, вообще никто не ебет, разбираемся. Начиная с этого, заканчивая тем, что организовали фотосет, взяли основное место и запасное место, испортилась погода, объебалось одно место, пришли на запасное, там оказался какой-то фестиваль скейт-контест, тоже пришлось фристайлить на фотосессии, и вот на каждом этапе какой-то пиздец. И это вот все происходит в Москве, с разницей в 7 часов. Я, если что, все это время в Грузии, вставал, ну типа вот в 12 дня я встал, я гордился, думал ебать режим. Здесь, в Нью-Йорке, я встаю в 7-8 утра каждый день с момента, как сюда приехал, просто чтобы успевать что-то делать по российскому времени. Тем временем, день релиза, мне пора выкладывать видос, и вот мне монтажер обещает его скинуть, и я такой, ну что, готово? Он такой, да ща, 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 что-то не грузит, что-то интернет хуёвый. Проходит 2 часа, да ща, ща, проходит еще пару часов, ща, ща, ща. Экстренное включение, это Никита, монтажер Миша Сейна. Хочу сказать, что Миша в такой ситуации был не один. Да, у меня были большие проблемы с интернетом именно в тот момент, когда нужно было выпускать ролик, мне нужно было срочно скинуть, и еще одновременно у меня сломалась клавиатура, а также сломалась система охлаждения. Мне нужно было все это экстренно менять одновременно с этим, мне нужно было много монтировать по работе, а также монтировать фильм. Не представляете, насколько мне это знакомо. Ладно, мне нужно было высказаться, давайте смотреть дальше. И в какой-то момент я встаю перед выбором либо выложить свой ролик, над которым я вот месяц работал, вносил дохуищу правок и очень старался, чтобы его снять в 12 ночи по Москве, чтобы его вообще никто не посмотрел, или нарушить условия по договору с рекламодателем, и тогда мне, возможно, нахуй никто ничего не заплатит. И вот знали бы вы, насколько я ненавидел свою жизнь в этот момент. И вот классический в этом плане паттерн мышления и такой вот вопрос, который хочется задать, вот, сука, почему я? Почему на меня должно было свалиться такое количество говна? Ну вот что, реально, нельзя было мне вот по каждому моменту, к которому я прикладываю усилия, не ставить мне подножку. Ну что, нельзя было? И понимаете, основной момент и какой-то посыл, да, вот такого направления мысли, это, мол, где справедливость? Но ключевой момент, товарищи, нет никакой справедливости, нет никакой вообще логики в том, что это происходит, то есть, и как бы избранности вашей в плане того, сколько вам пиздюлей прилетело или мне вот в описанных ситуациях, тоже нет. Просто совершая любые действия, вы создаете круги на воде. И каждый раз, делая что угодно, у любого действия есть некоторая вероятность наеба, что все вот пойдет не по плану, по тысяче причин. Вы не можете проконтролировать все в любом случае. И любые амбиции требуют сложных процессов. Вот мне, например, чтобы сейчас вырасти, мне в любом случае это нужно делать через делегирование, через поручение большего количества моих обязанностей другим людям, чтобы вот больше моих идей могли в один момент воплощаться. Нужно это все дело раздавать по другим рукам. И, естественно, каждое вот отдавание в новые руки увеличивает вероятность наебов и проебов на три. Я сейчас активно там изучаю различные материалы по тому, как правильнее делегировать, и там постоянно говорится история, мол, вы, когда делегируете, должны действовать так, как будто у вас есть мозг, но нет рук, а тот, кому вы делегируете, так, как будто у него нет мозга, но руки есть. Как вы понимаете, это выражение подразумевает, что все проебется. Инструкции нужно делать супер подробные и очевидные, чтобы над ними вообще никто не задумывался, а сразу понимал, потому что каждый задумался, значит, все проеблось. И это неизбежно, и это цена любого успеха и достижения, как метеориты, которые летят на Землю, они сгорают в атмосфере, да, от трения. И вот так же любая инициатива, идея, намерение, оно стирается, а вот этот вот слой неудач, который ее подтачивает и подтачивает. И как огромное количество метеоритов не долетают до Земли, или там долетает очень небольшой кусочек от изначального гиганта, ровно так же и идеи, намерения, люди и все остальное. Именно поэтому не каждый человек рок-звезда, миллионер и космонавт. И чем амбициознее и сложнее задачу вы перед собой ставите, тем больше она будет гореть вот в процессе полета к выполнению, и тем больше вероятность, что вас что-то остановит на пути, вернее, вас точно будет пытаться что-то остановить, а дальше уже как бы дело за вами. И так будет всегда. То есть это не вы неудачник, это те, кого вы считаете удачливыми людьми, на самом деле просто достаточно опытные и сноровистые, чтобы преодолеть свои неудачи, и в итоге от их изначального метеорита долетела дай бог одна треть, и вы такие нифига себе, ему как будто вообще ничего не мешало. На самом деле он большую часть по дороге потерял и чуть с ума не сошел, чтобы даже вот это вот донести. И вот как я в итоге вышел из ситуации, которую весь ролик описывал. Во-первых, с текстами. Я, страшно сказать, но по сути выдал пять текстов за месяц. Да, это не целые треки, а фиты, поэтому там как бы половинки с припевами, и это не так сложно и не требует в том числе такой там концептуальной вдрочки, как я обычно делаю, но однако это все равно прям много. И я доволен, что в итоге челлендж на продуктивность я скорее прошел, но часть текстов мне не нравится. То есть, безусловно, если бы у меня была возможность переписывать, я бы многое оттуда переписывал. Но знаете, если вы занимаетесь любой творческой деятельностью долга, вы понимаете, что часто принцип лучше выпустить, чем не выпустить работает, и ему стоит подчиниться. По ролику тоже повезло, надо мной сжалился рекламодатель, и мы выложили на следующий день ролик очень хорошо собрал. Спасибо вам большое, что посмотрели его и полайкали, и поширили. Я очень много в каких моментах там недоволен тем, как в итоге получилось и в плане съемки, и в плане озвучки, и в плане монтажа, и в плане всего у меня есть нарекания, на которых, я надеюсь, я научусь, но круто, что собирает. И секта Сейна, которая, безусловно, больше всего проблем выдавалась, с ней тоже очень хорошо все получилось, потому что посмотрите, какой у нас шикарный дроп. Мы выпустили наши первые базовые футболки с новыми охуительными бирочками уё, принтом на груди и спине, и также первые в истории секты Сейна лонгсливы. Провели для всего этого шикарный фотосет, сделали вот эти вот 3D промо, и прямо сейчас все это, а еще стикер пак секты Сейна номер 3, можно купить в реальном магазине или заказать онлайн в группе ВК, все ссылочки есть в описании. Но, наверное, главное везение из всего этого, что Харт оказался жив. Вы бы знали, какая для меня это была радостная новость в моменте, потому что я с ним уже успел попрощаться. Ни один сервис здесь не соглашался его брать, потому что тоже в другой стране собранная какая-то хуйня, которая сгорела. Еще у них одна консультация 45 долларов, это вообще пиздец, и мне сами эти чуваки советовали, блин, ты типа закажешь гораздо дешевле, просто новый кейс с Амазона, сам попробуй, мол, ты типа парень рукастый. Собственно, я так и сделал, и все действительно работает, и на этот раз пленочку я снял. А я ведь даже не специалист. Но стол до меня, кстати, так и не доехал, и я в экстренном порядке, после 4 дней ожидания и руганий с Амазоном, взял и купил на Фейсбуке, стол дороже и, честно, хуже, но я им зато пользуюсь, и с того дня он мне помогает, выручает меня каждый день. С жарой тоже получилось справиться, я нашел на улице кондиционер, но эту историю я расскажу уже в полноценном выпуске УЙО. Ну и мобильную связь у меня вернуть получилось, хотя в этом мне так и не помогли. Сотрудники, я просто сам уже начал проворачивать операции, которые они мне говорили проворачивать, и одним прекрасным утром оно сработало. И вот когда я говорил, что еду драться с Нью-Йорком, я имел в виду именно это, что любая ваша амбициозная деятельность, она сопряжена с тумаками напрямую. И вот это то, к чему вам стоит подготовиться в любом случае, и это тот совет, который я бы давал людям любых возрастов, любых профессий, но вот главное на пороге их больших начинаний, или в пучине, когда эти начинания, их уже просто во все отверстия испытывают. И вот понимаете, оглядываясь на этот этап, я понимаю, что да, я был пиздец злой, мне все жестко не нравилось, это было реально прям жестко тяжело, но это далеко не самый тяжелый момент там вот за последние несколько лет, это далеко не худшее состояние мое моральное, и просто ожидая и рассчитывая на вот то худшее, что в Америке меня может встретить, я рассчитывал на еще гораздо более худшее, чем то, что вот в этот раз произошло, и понимаю, что да, я сильно расстраивался в моменте, но вот у меня умер бы Харт, и это вот вписывалось бы в какой-то худший сценарий, который я в голове простраивал. И безусловно, есть люди, которые движутся на вот таком позитивном заряде, что судьба им говорит да на всех языках, и все у них обязательно будет и получится, я двигаюсь на заряде, что все пойдет через пизду, и действительно, когда оно не идет через пизду, я искренне этому радуюсь, а когда идет, я стараюсь быть к этому готов. Не супероригинальная мысль, но, товарищи, если вы считаете, что у вас как-то эксклюзивно все не получается, то нет. Я вот чем дальше работаю, тем больше не получается, чем больше хочу, тем больше не получается, и так оно всегда и будет. И по итогам всего сказанного и пережитого могу сказать, я готов рисковать и проебываться, потому что это единственный путь, как вообще можно чего-то достичь. Надеюсь, вы тоже. Если вы хотите поддержать мою деятельность и вас интересует моя персона, то у меня есть другие крутые социальные сети, как, например, Инстаграм, который у меня невозможно стильный, пиздатый, шикарный, и я там сейчас регулярно выкладываю красивые, стильные историки из Нью-Йорка, которые вы наверняка хотите увидеть. Телеграм-канал с авторскими материалами, всяким эксклюзивчиком, кеками и т.д. и т.п. А еще закрытый паблик с музлом, кенищем, книгами и другими рекомендациями от меня, которые я собираю уже лет 5, наверное. Вход через Бусти или Патреон начинается от 350 рублей, не стесняйтесь поддержать канал. А на этом все, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok